Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Александр Худяков, я работаю в Microsoft, руковожу направлением по работе со здравоохранением здесь, в Российской Федерации. В первую очередь, я хотел сказать слова благодарности коллегам из Минсоткологии Петрова за возможность выступить. Это уже не первое выступление у нас на таком мероприятии, и очень приятно, что аудитория все время расширяется, больше докладов, ну и нам тоже есть чем поделиться. Можно кликер? Да, спасибо. Мой доклад называется «Цифровая трансформация искусственного интеллекта в здравоохранение». Совсем недавно компания Accenture выпустила исследование, называется Digital Health Tech Vision, о том, как медицинские организации видят, какие технологии они видят в приоритете, к применению. И вот, собственно, четыре технологии было обозначено. Это искусственный интеллект, дополненная реальность, квантовое вычисление и блокчейн. И на самом деле мы увидим дальше в моем докладе, как, собственно, это исследование пересекается с тем, что делает Майкрософт и какое Майкрософт видение цифровой трансформации в здравоохранении. Так, это я выключил. Наш генеральный директор, кстати, Наделла, вот в части одной из технологий говорит о том, что искусственный интеллект – это не просто очередная технология, да, это технология, которая, в принципе, изменит мир. И сегодня много говорится об искусственном интеллекте, как о неком прорыве в области не только здравоохранения, но и в целом цифровизации, цифровой экономики. Майкрософт видит следующие технологии для применения в здравоохранении в контексте цифровой трансформации. Это когнитивные сервисы, собственно, все те вещи, которые позволяют приложениям или системам, которые создают разработчики, понимать изображения, понимать снимки, видео, текст, распознавать эмоции и так далее. Технологии машинного обучения – это средства, которые позволяют анализировать данные, делать предсказания на основе их, аналитика больших данных, собственно, на базе этих технологий развиваются так называемые системы поддержки принятия решений, в том числе врачебных решений. Дополненная и смешанная реальность, что как раз пересекается с исследованием Accenture, и мы чуть позже об этом поговорим. И также интернет вещей и, в частности, интернет медицинских вещей. Все то, что позволяет нам сохранять связь с пациентом, когда он покидает стены клиники, позволяет оперативно получать информацию о том, как идет его реабилитация или о том, соблюдает ли он необходимые предписания и какое у него сейчас состояние здоровья. Немножко подробнее о том, как это все реализовывается. В Microsoft есть облако, называется Microsoft Azure, я думаю, что многие из вас слышали об этом. Собственно, это большая-большая сеть дата-центров, разбросанных по всему миру. На сегодняшний день это более 100 центров обработки данных. Вот для примера, один центр обработки, он такого вот размера, слева приведены футбольные поля, но вот, наверное, за десяток-то точно футбольных полей, а то и больше. Это размер. И Microsoft, на самом деле, очень много инвестирует в эту историю. Совсем недавно, если вы отслеживали, мы проводили эксперимент, мы затопили дата-центр в Северном море, потому что есть проблема охлаждения таких объектов. Соответственно, мы экспериментируем с точки зрения того, как можно это делать наиболее эффективно. Ну и при этом, даже сейчас, эффективность использования электроэнергии, она достаточно хорошая. Соответственно, вот есть четыре направления в рамках нашего глобального облака, которые сейчас активно развиваются. Это, собственно, сам Azure, есть гибридная реализация нашего облака, это называется Azure Stack. Это возможность создания именно гибридных таких информационных систем, когда часть информации и сервисов происходит здесь локально, на вычислительных мощностях, которые находятся у вас. А какие-то инновационные вещи, вещи, которые требуют больших вычислительных ресурсов, происходят уже в глобальном облаке Microsoft. Также есть два очень новых интересных направления – IoT Edge и Sphere. IoT Edge – это технология, которая позволяет перенести уже натренированные нейросети на устройства, которые находятся на Земле. Например, если мы говорим про интеллектуальную обработку видео с камеры, то задача гонять видео в облако и получать обратные результаты, она очень непростая с точки зрения каналов. Соответственно, можно заранее сделать нейросеть, натренировать ее в Azure, а потом в виде контейнера поместить непосредственно в камеру. Здесь мы сотрудничаем с рядом производителей, и большая часть такой ресурсоемкой работы будет происходить непосредственно на Земле в камере. И Azure Sphere – это, собственно, история про микроконтроллеры, которые сейчас есть в практически любых устройствах, в холодильниках, кофемашинах и так далее. Соответственно, Azure Sphere позволяет организовать безопасный, в первую очередь, обмен данными между вот такими вот устройствами и облаком, с тем, чтобы безопасно ими управлять, обновлять, поддерживать. Платформа искусственного интеллекта. Вот на этом слайде он очень перегружен информацией, но тем не менее я постараюсь разложить все по полочкам. Это, собственно, некая выборка сервисов нашего облака в части искусственного интеллекта. Вообще, если небольшую вводную такую в сторону отойти, как Microsoft видит свою стратегию? Стратегия Microsoft в том, чтобы вдохновлять людей, достигать большего на планете, и, соответственно, мы это делаем через предоставление нашим партнерам, заказчикам, стартапам, разработчикам инструментов для создания современных приложений, информационных систем, в том числе в сфере здравоохранения. И очень большое количество сервисов, которые мы предоставляем, это не продукты Microsoft, ну вот как, может быть, вы привыкли ассоциировать Microsoft, что это некая операционная система или офисная программа обеспечения. Больше 60% того, что находится в нашем облаке, это open-source различные технологии. Вот кто занимается такими проектами, может здесь увидеть привычные open-source технологии, это, собственно, и TensorFlow, есть и CAFI, и различные инструменты по работе с большими объемами данных. Поэтому, по сути, идея в том, чтобы предоставить любым разработчикам удобный способ организации рабочих мест, рабочих мест дата-сайентистов или инфраструктуры для того, чтобы уже на базе этих рабочих мест и тех данных, которые есть у разработчика или организации, создавать проекты в части искусственного интеллекта. На что здесь хочу обратить внимание. Вот совсем недавно у нас появился FHIR стандарт. У нас есть FHIR сервер, который поднимается именно как некая виртуальная среда, в которой можно, собственно, делать проекты по данному стандарту. А также есть некий API для FHIR, который позволяет, собственно, организовать взаимодействие между различными информационными системами по данному протоколу. Опять же, вот про FHIR сейчас много говорят, и это становится неким действительно флагманским стандартом, но требует определенного времени и ресурсов, чтобы подготовить среду, развернуть. Так вот, мы предоставляем это как, собственно, платформенные такие решения. Если говорить о том, в какие направления взаимодействия с организациями, мы видим в рамках цифровой трансформации их несколько. Значит, первое – цифровая трансформация сотрудников и того, как сотрудники работают, взаимодействуют. У нас очень много инструментов для создания современных рабочих мест, людей, то, как мы организовываем их взаимодействие друг с другом, как они получают доступ к данным. И следующее направление – это улучшение взаимодействия с пациентами. Соответственно, решения, которые дают пациентам возможность оставаться всегда на связи, или получать телемедицинские консультации. Следующее – это оптимизация операционной деятельности. Не секрет, что любая больница, любая медицинская организация – это целый живой организм, особенно если мы говорим про крупные медицинские организации. То, как организация существует, каким образом она ведет свою операционную деятельность, анализирует информацию – это очень важно. И очень много проектов цифровой трансформации направлено именно на улучшение операционной деятельности. И модернизация продуктов и сервисов – наверное, то, о чем мы сегодня чуть более подробно поговорим. И акцент я в своем докладе сделал именно на онкологическую тематику. У нас очень много решений наших партнеров в разных сферах, во всех представленных здесь. Но сегодня мы чуть более поговорим подробно именно о теме онкологии. В разрезе онкологии очень перспективным направлением является геномика и в целом точная медицина. У Microsoft есть сервис, который позволяет производить вторичный анализ генома, с тем, чтобы потом делать различную научно-исследовательскую работу. Сервис заключается в том, что у нас есть преднастроенные инструменты в облаке, высокопроизводительные. Это инструменты, которые позволяют производить операции выравнивания и поиска вариантов. По сути, вы очень быстро можете сырые данные, которые получаются с секвенатора, проанализировать в этом сервисе и уже дальше делать выводы о том, какие мутации в генах произошли или какие зависимости вы там видите. Этот сервис сейчас используют несколько наших партнеров. Но прежде чем я об этом расскажу, хотел привести пример зарубежный. Это клиника St. Jude, которая уже, наверное, года два пользуется сервисом Microsoft Genomics и задачей ставила создание некой облачной платформы для взаимодействия заинтересованных организаций, в том числе медицинских, именно в части исследования генома, в части детской онкологии. И вот на сегодняшний день уже более 5000 у них полногеномных секвенирований сделано. Эта информация доступна. Собственно, вот эта вот диаграмма я взял с их сайта. Она живая, как некий дэшборд. Можно проваливаться, смотреть, какой тип рака, сколько было исследований и какие они нашли изыскания. Несколько партнеров российских, которые пользуются данным сервисом для того, чтобы подбирать терапию. В частности, вот компания OncoUnite, они сделали сервис для подбора лечения и терапии на основе геномных данных. Подробно останавливаться не буду, потому что не являюсь экспертом именно в части онкологии. Но вот вы можете посмотреть, как, собственно, цифровые технологии, в том числе технологии Microsoft, помогают сегодня подбирать наиболее эффективную терапию. Другой наш партнер, компания XGen, коллеги умеют определять предрасположенность или вероятность по нескольким нозологиям наступлению человеком того или иного случая. Соответственно, они учитывают ряд мутаций. Вот можете посмотреть, какая точность. Здесь, соответственно, тоже сейчас активно работают с коммерческими клиниками и с частными людьми. Здесь представлена архитектура решения. То есть, как я и говорил, с секвенатора получаются сырые данные. Дальше они анализируются в сервисе Microsoft Genomics. И уже дальше, собственно, ноу-хау компании XGen, как они интерпретируют эти данные в некое заключение. Популяционная предрасположенность или высокая предрасположенность к тем типам рака, о которых они говорят. Еще один наш партнер – компания Unim. Может быть, слышали, они называют себя первой цифровой морфологической лабораторией. Ну, собственно, в чем наш интерес? В том, что вот эта цифровая платформа Digital Pathology, она реализована полностью в нашем облаке. Это защищенная среда, в которой работают врачи-онкологи, причем из разных стран, не только из России. И, собственно, они пересматривают стекла, у них все оцифровано. У них есть технологии искусственного интеллекта, как вот коллеги Зайбем говорили. Когда искусственный интеллект подсчитывает необходимое число маркеров и определяет, есть ли тут онкология или нет. И то, что последнее интересного у них произошло, они создали базу, цифровую базу, собственно, всех тех случаев, которые у них были за период работы. И сейчас эту базу можно использовать как для обучения, допустим, онкологов, так и для сложных случаев, когда система позволяет найти уже такого же человека с подобной ситуацией раньше и, соответственно, сравнить текущий случай. В зале присутствует господин Сорокин с платформой Botkin AI. Во второй части он расскажет про свое решение, тоже наш партнер, не буду отбирать у него хлеб, но решение в части как раз определения онкологии по снимкам КТ. У Microsoft есть также технологии создания ботов, и имплементация этой технологии мы недавно запустили HealthCareBot. Это, собственно, такой специализированный бот, который может и анамнез получить, и, значит, с учетом медицинской специфики пообщаться с человеком, дальше как-то эту информацию можно использовать. Но в России у нас есть, допустим, партнер-компания Chatme, ребята из Новосибирского академгородка, которые что-то подобное уже делают, в том числе для медицины, диалоговые системы для общения с пациентами. Еще один наш партнер – компания Dros Labs. У них есть несколько решений, они интересны тем, что умеют анализировать неструктурированный медицинский текст, который достаточно много его в медицинских картах. И, исходя из этого текста, у них есть несколько систем поддержки принятия решений. Это в части назначения лечения, в части постановки диагноза ПМКБ-10 и решения для аналитики, которая, собственно, поверх всего этого работает. Коллеги делали для медицины Алмазова здесь, в Санкт-Петербурге, собственно, пилотное внедрение. И последнее, о чем хотел сказать, это как раз технологии смешанной дополненной реальности. Microsoft недавно выпустила вторую версию своих очков дополненной реальности HoloLens, может быть, вы слышали. Но уже сейчас в медицине есть много применений, начиная от обучения студентов, заканчивая более тяжелыми случаями, когда очки используются для симуляции различных процессов, в том числе родовспоможения компания Kaya делает. И в завершении своего доклада я хотел бы показать как раз видеоролик короткий на тему дополненной реальности. А есть звук? Спасибо. 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 Спасибо за внимание. Спасибо.